Крупная трагедия в Вишкамском районе произошла почти год назад. Тогда погибли дети и воспитатель. Спустя всего пару месяцев инцидент зафиксировали в детском лагере «Волжанка». На территорию проник мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал бить детей. Чтобы подобное не повторялось впредь, в регионе усилен контроль антитеррористической безопасности школ и детских садов. Обновляют техническое обеспечение, которое отвечает за сохранность жизни детей, улучшают работу охраны. Это поручение дал глава региона на профильном совещании. Решения этих вопросов являются первостепенными, находятся на особом нашем контроле. Я прошу глав администрации муниципальных образований и городских районов лично посетить все объекты, ознакомиться с их состоянием, как говорится, держать руку на пульсе. Контроль безопасности ведут комплексно. Больше 370 миллионов рублей выделено из областного бюджета на оснащение инженерно-техническими средствами образовательные учреждения региона. Деньги направят на ремонт и установку ограждения освещения по периметрам объектов, монтаж турникетов, электронных замков и металлодетекторов. Финансирование распределят между районами области. В Ульяновске направят 9 миллионов. У нас в рамках этой программы будет установлен в двух школах забор полностью новый. У нас будут выделены средства на систему оповещения, это в детских садах и школах, и замена уличного освещения. Кроме того, ведется контроль качества работы охранных предприятий. Стоит отметить, охраняют все объекты, подведомственные профильному министерству. Это касается организаций, относящихся с первой по третью категорию безопасности. В девяти муниципальных образованиях Ульяновской области также все 100% объектов с первой по третью категорию опасности обеспечены физической охраной частных охранных предприятий. Это в таких муниципальных образованиях, как город Ульяновск, Барышский, Вишкаемский, Корсунский, Маинский, Меликевский, Ульяновский, Цельнинский и Чердаклинский районы. Параллельно организована работа по обеспечению безопасности в 547 организациях отдыха детей и их оздоровления. Все вышеупомянутые учреждения оснащены кнопками экстренного вызова и камерами видеонаблюдения. Провести летние каникулы ребятишки могут как в загородных лагерях, так и в санаториях области. Один из вариантов – ИТИЛЬ. На данный момент на территории лагеря ИТИЛЬ планируется, вернее, работает ЧОП «Надежность». Также установлены тревожные кнопки, всего их три. Два стационарных, одна кнопка дистанционная. Также установлена система видеонаблюдения и проводятся инструктажи со всеми сотрудниками и персоналом центра. Организована подготовка учебно-оздоровительной программы. Дата приемки лагеря назначена на 29 мая. И уже 1 июня здесь ожидают первую смену ребятишек.